Добрый день, Михаил Бутовский, врач Московского Спартака у нас на связи. Здравствуйте, Михаил. Доброе утро. Доброе. Непростые времена в медицинском, человеческом, общественном плане. Как вы их переживаете? Я знаю, что вы самоизолировались в силу того, что проходили дежурство в московской клинике. Можете об этом рассказать чуть-чуть поподробнее? Ну да, как вы сказали, времена действительно непростые, потому что человечество столкнулось с такой большой проблемой, пандемией, задействованы все страны, все жители нашей планеты. Ну, что касается серьезности проблемы, то после того, что я увидел в московской клинике, я понял, что проблема весьма серьезная, что врать не буду, самого вируса я не видел. Да, но где тяжелые последствия, то тяжелое течение вирусной пневмонии с обострением хронических заболеваний, которые зачастую у этих пациентов. Да, я видел, поэтому все действительно тяжело и непросто. Михаил, а где, если не секрет, вы проходили дежурство в какой московской клинике? Это университетская клиническая больница номер два, Василенко. Это при первом меде есть университетские клиники, да, их несколько, четыре, по-моему, если я не помню. Вот, и клиника номер два, одна из них. Что заставило вас проходить это дежурство? Вы там служите в это по долгу, что называется, вот призвание, поскольку у вас медицинское образование. Что заставило вас проходить эти дежурства? Ну, ничто не заставило, но я думаю, что не только я, много спортивных врачей, врач с локомотива, Эдуард Николаевич Безуглов, главный врач сборной, много врачей Центра спортивной медицины ФМБА России, спортивные врачи, работающие в разных сборных, да, там, по олимпийским видам спорта, они все откликнулись на, скажем, не так, что призыв, но обращение о помощи, и мы не могли все остаться в стороне, потому что наряду с тем, что у всех из нас, спортивных врачей, есть сертификат по спортивной медицине, но в силу того, что так исторически сложилось, что мы все когда-то откуда-то пришли, да, и у многих из нас остались действующие сертификаты по других специальностям. Я, в частности, работал 13 лет анестезиологом-реаниматологом в одной из крупнейших клинических больниц города Москвы, поэтому я не мог остаться в стороне, и так как у меня сертификат реанимационный, я пробыл недолго, недолго, да, но вот в отделении реанимации, и другие ребята, да, там, в хирургических отделениях, там, в каких-то, да, то есть никто не мог остаться в стороне, потому что там, во-первых, болеют люди, пациенты, которым нужна помощь, да, мы все должны были вместе мобилизироваться против общего врага, там, несмотря ни на что, и делать свое дело, работу и помогать людям, и плюс мы должны понимать, что помимо пациентов мы должны были помочь своим коллегам, да, которым тоже тяжело, да, там, многие из наших учителей, друзей, соратников, они, ну, просто потому что они работают в практическом здравоохранении и спортивной медицине, они там остались, они там работали, мы обязаны были помочь, но это для каждого из нас, то есть никто никого не доставлял. Что вы увидели, если одним словом? Тяжело. Тяжело и подключается... В чем заключается тяжело? Наплыв пациентов, медицина не справляется, оборудования не хватает. Нет, всё хватало, да, то есть, но были какие-то вещи, которые можно было бы, конечно, над этим задуматься, но я опять же думаю, что в силу тех или иных причин, потому что этого не хватало, потому что, наверное, того требовали предписания, да, какие-то мелочи были не совсем удобны, да. Тяжело пациентам, которые болеют и переносят это заполивание, потому что, как я сказал, что оно протекает очень тяжело. У пациентов, которые находились в тяжелом состоянии, в большинстве случаев была тяжелая сопутствующая патология. Тяжело персоналу, это не только врачи, это медсестры, это санитарки, то есть весь медицинский персонал, потому что пробыть просто в этом костюме не очень, скажем так, комфортно. А если еще нужно делать что-то, думать, то это прям вообще колоссальная нагрузка. Поэтому тяжело было всем, вот поэтому одно слово тяжело. Тяжело нашему правительству, который тоже, наверное, я думаю, что искренне хочет что-то сделать лучше, но какие-то нюансы получаются, так и получаются. Тяжело нашим гражданам, которые сидят на самоизоляции и теряют средства к существованию. Вот поэтому тяжело. Вы сказали, что какие-то мелочи можно было бы поправить. Что имеете в виду мелочь, самая главная, которая вас удивила, которую можно было бы поправить, можно было бы избежать ее? Ну, я вам скажу честно, вот вся одноразовая, скажем так, ну давайте назовем ее постель, она, конечно, да, она соответствует всем требованиям, что по утилизации и прочее, прочее. Ну, для работы персонала и для самих пациентов это, конечно, не очень удобно, потому что, ну, просто неудобно. По многим причинам, да, во-первых, она там не впитывает, она не крепкая, она, то есть пациенту неудобно на ней лежать. А врачам и персоналу, сестринскому неудобно с этим работать. Что касается врачей, то мне запомнились очки, защитные очки. Это, конечно, ну, это неописуемые, непередаваемые впечатления. Все остальное, костюмы эти, там, что не писаешь, не пьешь, это вообще не проблема. И взрослому человеку это не составляет никакого труда, что там жарко или не жарко, а ты уже через полчаса не обращаешься. Но вот очки, конечно, это прям беда. А что не так, Михаил? То есть они запотевают, не видно ничего, что не так? Они, во-первых, запотевают, во-вторых, они впиваются так, переносятся, скажем так, вот на этих областях, эти щеки и на лбу, то где-то часа через четыре, ну, после первого часа ты, в принципе, уже ничего не видишь. Там часа через три у меня, наверное, два озера болтыхалось. А часа через четыре ты не понимаешь уже ничего, потому что у тебя в голове одна пульсирующая мысль, как бы быстрее снять это с лица. К сожалению, ты даже поправить этого не можешь, потому что нельзя прикасаться. И маячков, одет капюшон специальный, все бумажным скотчем проклеено. Вот, и это, конечно, проблема. Поэтому я как после того, как, скажем так, одну смену закончил, и руководство мне сказало, что надо возвращаться в команду, поэтому я сейчас и нахожусь на карантине. Я первым делом, то есть, Менинг, в которой я работал, отправил пять сноубордических масок. Они с таким мягким поролоном, и, ну, пусть, чтобы люди хотя бы об этом не думали, чтобы одну пульсирующую мысль из головы выбрать людям. Заказал специальный хоккейный антизапотеватель, потому что только он. Причем они все это используют, хоккейный, там, любые разные уже, там, спирт с глицерином, что только они придумывали. Вот, ну, вот, как оказалось, на что-то спортивное сообщество тоже сгодилось. Мы им помогли вот этими хоккейным антифогом. Вот, маска и кучу, кучу пластырей, чтобы клеить, переноситься. Потому что, ну, это действительно, а все остальное, все остальное терпимо. Все остальное терпимо. Костюм вот этот, о котором вы говорили, вы видели девушку, которая медсестра, которая ходила в купальнике, как это оцениваете? Ну, потому что жарко. Слушайте, ну, я никого не осуждаю, никого не осуждаю. Ну, наверное, есть какие-то правила и поведение. Это называется диантология. Правила поведения и, скажем так, визуальный облик. Наверное, не стоило бы. Наверное. Что касается личного опыта по ношению костюмов, то у меня был класс третий. Они есть по классам разные, есть третий, есть второй, ну, есть и первый. У нас было, так как отделение реанимации, это считается прям максимально красная зона, поэтому там класс выше, чем у медиков в линейных отделениях, линейные, так и обычные пациенты. Вполне терпимо. Да, он плотнее. Респиратор другой, он плотнее. Но, скажем так, там, где я был, я таких костюмов не видел. Понял. Михаил, вы в марте, я видел специальный выпуск, был на YouTube-канале Спартака. Вы сказали о том, что в мае это все закончится. Ну, то есть, плюс-минус, вы оказались правы. Прогноз ваш, долго ли, вернемся к коронавирусу, долго ли может продлиться вот эта вот пандемия в мире и в России? Ну, на мой взгляд, я думаю, до конца мая. Или нет? Или в мае еще не закончится? Ну, мы увидим уже, что сейчас уже конец мая, это не заканчивается, это не заканчивается. Поэтому, да, скорее, ну, не скорее всего, я был неправ. Но я делал такие заключения, исходя из той информации и того понимания, которое было на тот момент. Плюс, на мой взгляд, опять же, что мы, Россия, скажем так, отстаем от Европы где-то, ну, по моему пониманию, недели на 4, на 6 от происходящего. Поэтому, ну, да, да, мы идем по нисходящей, на мой взгляд, опять же. Это мое мнение, я не претендую на экспертную, но, да, что мы идем по нисходящей, но мы еще, скажем так, не совсем в конце пути. Понял. Я к коронавирусу еще вернусь. Ну, вот по Спартаку хотел спросить. Зобнин переболел, вы были на связи с ним наверняка. Где, так у вас есть понимание, где он поймал эту болезнь, этот вирус? Потому что, насколько я понимаю, парень находился в Москве все это время. Да, парень находился в Москве, он находился на самоизоляции, но мы все равно понимаем, что уровень социально-бытовых контактов мы же не можем полностью ограничить, да, поэтому... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Привет, я. Ты что, стреляешь в меня? Да. Что, в этом корпусе живешь? Да. На третьем? На втором. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА К сожалению... К сожалению, произошло такое вот... Мотоинфицирование. Ну, то есть, а симптоматика, он ничего не обнаружил? Вы поняли, что он переболел уже, когда тест был или ранее? Вы были на связи, узнали об этом? Мы поняли, что он переболел после того, как сделали тест. Ну, то есть, у него вообще совершенно ничего не беспокоило, я так понимаю, во время самоизоляции? Ну... Скажем так, что те проявления не давали нам полного понимания, что это действительно заболевание. То есть, ну... Ну, если у вас один день попалит голова, вы же не скажете, что все, у меня коронавирус. А у нас есть ничего. Ну, вот в таком контексте. Понял. Ну, то есть, вероятность того, что молодой и здоровый организм спортсмена это выдерживает бессимптомно, она очень велика. Когда Роман Сергеевич высказал озабоченность, да, мы на всякий случай сделали тест и на всякий случай посадили его на карантин. Результат теста был известен после того, как Роман Сергеевич отбыл свои положенные 14 дней в карантинной зоне и уже сделал второй тест и третий тест. Второй тест у него после... был отрицательный. И вот третий тест, то есть, критерием выздоровления является два теста. И вот второй тест он уже сделал непосредственно, когда тестировалась команда, он был отрицательный, поэтому что и показало наличие моноглобулинов G, да, что говорит о появлении этих. Поэтому и тесты, и результаты первого теста, что характерно, мы узнали только в день тестирования 21-го числа. То есть, вы понимаете, почти месяц прошел. Да, а как так возможно, Михаил? Ну, это вернемся к нашим предыдущим разговору про тяжело. Понятие, что... Тесты где-то потерялись или просто долго делались? Ну, вы понимаете, что в таком массовом задействовании всех медицинских структур, да, то есть, привлечено куча людей. В лабораториях, я тоже уверен, что работает куча специалистов, да, они переведены на повышенный режим работы, привлечены люди с разных, скажем так, субъектов Российской Федерации, да, много-много-много-много людей. Ну, человеческий фактор, он везде может быть, то есть, это не значит, что что-то плохо, это так, да, то есть, ну, в период больших, скажем так, проблем возникают всякие нюансы, поэтому, ну, мы не стали дожидаться первого результата первого теста, да, поэтому мы превентивно, все равно идет карантин, всеобщий карантин, ну, поэтому в рамках всеобщего карантина игроку было сказано сидеть дома и показывать нос за пределы двери, все, через 14 дней в спокойном режиме сделали следующий тест, который был отрицательным, и да, и показал, а еще один тест показал наличие антител, да, 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 то есть, у нас по факту появилось два отрицательных ПЦР-теста и один положительный иммуноферментативный на иммуноглобулины, что может свидетельствовать о развитии иммунитета после перенесенной болезни, но клинические проявления, как таковые, да, они у Романа Сергеевича отсутствовали, да, то есть, в своем развернутом виде. Ну, понял. По Бакаеву хотел бы спросить, Михаил, я правильно понимаю, что он во время самоизоляции вот этого двухмесячного периода отбыл в Ингушетию к себе на родину и там, видимо, заразился? По всей видимости. Ага. Понял. Но как, как тогда оценивать, вот вы же в этом смысле человек, имеющий медицинское образование и опыт, но ведь его брат не болеет, вот Мурат, который в Рубине. Получается, это иммунитет сработал или как? Что это? я вам скажу так, здоровый человек это плохо обследованный больной. Поэтому говорить о том, что Солтмурат Бакаев здоров, да, ну, наверное, здоров. но говорить о том, что он здоров в связи с тем, что у него отсутствуют положительные результаты анализов, на мой взгляд, понимая, что большое количество анализов бывает либо ложно-положительными, либо ложно-отрицательными, не совсем правильно, да? плюс, если основываться на логику вещей, ну, вирус передаешься воздушно-капельным путем, да, я думаю, что не минует всех тех, кто находится в одном пространстве. Поэтому ну, то, что у него отрицательные тесты, ну, здорово, очень хорошо. То, что у него нет клинических проявлений, тоже очень хорошо. Ага. Ну, понял, Михаил, я в чудеса не верю, но пусть это будет чудо. Понял. Как у Бакаева протекает болезнь, какие симптомы, есть ли схожесть с Зобниным, который, я так понимаю, относительно легко переболел этим вирусом? У Зелимхана Жабрыловича все хорошо. Любая клиническая проявление, любая симптоматика отсутствует. Ничего не беспокоит, все у него хорошо, соблюдает меры по самоизоляции, была выполнена диагностическая компьютерная томография легких, которые тоже никаких признаков наличия пневмонии, либо еще чего нет, либо какой патологии. поэтому мы планируем через некоторое время повторить ему тестирование и посмотрим на результаты. Опираясь на результаты, уже примем решение о принятии участия в тренировочном процессе вместе с командой. Михаил, но логичный вопрос, вы сами не переболели коронавирусом? Слушайте, ну, к счастью, наверное, нет, к счастью, наверное, нет. Тесты и результаты у меня тоже отрицательные, и на антитела, и на ПЦР. никаких проявлений у меня нет. Сижу на карантине, как положено, соблюдая карантинные меры по контакту с инфицированным. Ну, вот, если говорить... Да. Как и Баркаев, сдам в ближайшее время еще один тест, один у меня уже есть отрицательный, если я сдам второй отрицательный, то вернусь в расположение команды. Вот это важный момент, обязательно ли проходить 14-дневную процедуру с самоизоляцией, если, допустим, у человека есть, как вы говорите, два отрицательных теста. Ну, допустим, у Доменика Тедеско есть два отрицательных теста. Он наверняка сдавал, да? Какой смысл сидеть 14 дней в самоизоляции? Ну, потому что на тот момент, когда у кого-либо брали тест, он мог быть отрицательным. Да. А через 14 дней, а может быть, через 3 дня после проявления после взятия последнего теста, да, то могут развиться клинические проявления. И тест тоже может быть отрицательным. Да. Понимаешь? Поэтому, если уж соблюдать правила карантинные, то нужно четко выполнять, как предписано. Если написано, что от последнего условного контакта, либо заболеваешь от наличия теста, нужно выдержать эти пресловутые 14 дней. Как того требуют Роспотребнадзор и наши санитарные эпидемиологические врачи. Понял, Михаил. Ну, вот была в телеграм-канале коллеги Карпова информация о том, что ТДСК нарушал карантин в Тарасовке и проводил теоретическое занятие с командой. Насколько это, на ваш взгляд, соответствует действительности? Это вероятно такая история или нет? Наш главный тренер весьма дисциплинированный человек. Нужно не забывать, что немцы отличаются эпидентичностью и дисциплинированностью. Поэтому мне тяжело в это поверить. Слова коллеги Карпова можно поставить под сомнение. Почему? Потому что, я так понимаю, что он не присутствовал при данной процедуре. Поэтому, когда ты не видел чего-то своими глазами, то не нужно об этом говорить. Ну, то есть, не было такого. ТДСК по видеосвязи общается с командой, находясь в отдельном корпусе. Ну, 21 век на дворе. Можно с любой точки мира организовывать любые видеосвязи в любом количестве. Понял. У нас телемедицина во всем мире развита. Людей лечат с помощью телемедицины. уж наладить теоретическое занятие через телесвязь. По статистике, два человека в Спартаке, один переболевший, другой, у которого сейчас болезнь протекает. Как вы оцениваете эту статистику? Ну, то есть, это, что называется, нормальная ситуация, и это много? Два из около 30 футболистов, или как оцените? Да, никак не оцениваю. Есть ну, то есть, никак, почему, потому что, ну, из 30. А почему из 30? Ну, потому что 25 заявка, а 30, ну, плюс-минус, это состав команды на сборе. Да, персонал. То есть, мы вычеркиваем потенциальные контакты из этой группы контактов. Не, мы говорим по футболисту. это, наверное, много, а 2 из 100, это, наверное, мало. То есть, поэтому, ну, никак не оцениваю, а как это оцениваю? Понятно. Оцениваю, чтобы что? То есть, ну, чтобы что? Чтобы понять, что? Я хочу понять, насколько, насколько это, ну, как бы это сказать? Ну, вот, допустим, в Динамо сколько? 5 человек переболело, да? По-моему. Ну, это много, на мой взгляд. Как переболело? То есть, есть кто переболел, а есть кто просто стал инфицированным, не переболел, то есть, у него, как сказать, Бакаев болеет или не болеет? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, Бакаев инфицирован. А вот кто болеет, то того есть клинические проявления. То есть, ну, из пяти якобы заболевших, но там заболевший, наверное, может быть, был один, а четыре были просто инфицированы, то есть они знать не знали, что они там чем-то когда-то болели, просто, ну, не сделали тест, никто бы не знал, не сделали тест Бакаева, и знать бы не знали. Понял. Михаил, тогда мы подходим, тогда мы подходим к некоторым определениям. На мой взгляд, коронавирус, это что, раскрученный ОРВИ, смертельно опасное заболевание, или явление, к которому мы отнеслись чересчур опасливо, переоценили его? Ну, разные точки зрения, ведь я смотрю, там вирусологи тоже рассказывают, что, слушайте, у нас 21 век, не надо это преувеличивать и раскручивать эту болезнь. То есть, это что, медицинское Евровидение сейчас на дворе, или это действительно смертельно опасное заболевание, к которому необходимо отнестись очень серьезно, как мы и отнеслись? Ну, я вам скажу так, что, наверное, прям не совсем прям так громко, смертельно опасное заболевание, да? Скажем так, это новая вирусная инфекция, которая повышает риск возникновения летального исхода, нежели по сравнению окей с обычным гриппом. надо, надо ли было делать все вот такие жесткие карантинные меры? Ну, какие-то меры ограничения, наверное, нужно было сделать, да? но, опять же, нужно понимать, что мы впервые столкнулись с такой инфекцией, да? Никуда она от нас не денется, надо понимать. Но, но, нужно сделать из всей этой истории выводы, выводы, всем, я думаю, да, и медицинскому сообществу, и спортсменам, и бизнесменам, всем, руководством, да, сделать выводы правильные, и подготовиться, подготовиться надлежащим образом к тому, чтобы данные ситуации не возникали, да? Потому что, ну, если посмотреть на опыт наших зарубежных коллег, да, есть истории, где прям совсем беда-беда, да, то есть, ну, итальянские там, сценарии все, в Соединенных Штатах тоже, наверное, не все, скажем так, радужно. Да. Но есть и весьма хорошие опыты, да, опыт Японии, Южной Кореи, да, мне кажется, нужно, нужно хорошее перенимать, причем, ну, не нужно там бояться признать где-то свои ошибки, там, если что-то было сделано не так. Но из любой истории всегда нужно сделать выводы и подготовиться. Михаил, вы важную фразу сказали про выводы и признать ошибки. На ваш взгляд, вот главный вывод и одна ошибка, которая у нас произошла во время вот коронавируса. главный вывод, наверное, мы немножко недопонимаем, как всегда, всего происходящего, а отсюда многие из нас могут делать неправильный вывод. по поводу ошибки, ну, я не думаю, что было сделано, я уверен, что не было сделано каких-либо роковых ошибок в процессе, скажем так, развития всей этой ситуации. Но, на мой взгляд, были некие организационные, скажем так, упущения, которые были сделаны до. мы все прекрасно понимаем, что система здравоохранения, почему нам нужно было такой гляндикап по времени, зачем эти все карантинные меры, потому что нам нужно было подготовить, руководству страны, города, регионов, нужно было подготовить систему здравоохранения, потому что, как показали опыт зарубежных коллег, не справлялись системы здравоохранения даже у благополучных стран, с тем наплывом пациентов. Поэтому нужен был гляндикап по времени, поэтому вот такие были меры по самоизоляции. А почему нужно было время? Потому что незадолго до, скажем так, вот этой печальной истории была реформирована система здравоохранения, которую тоже было признано, не совсем удачно прошла реформа и оптимизация. Поэтому если все это проанализировать, задуматься, я уверен, что наши руководители сделают правильные выводы. вы в первом говоря о выводах сказали, что мы что-то недооценили, может быть, я неправильно сейчас цитирую, что мы недооценили? Серьезность ситуации, мы, может быть, легкомысленно отнеслись, что имеете ввиду? Мы, ну, как обыватели, как граждане страны? Ну, как граждане страны, так же легкомысленно, ну, послушайте, ну, я до сих пор слышу, мне звонит вчера мой близкий товарищ, и говорит, слушай, что-то это, по-моему, это ваш коронавирус, говорит, хватит уже, может, хватит? Я говорю, послушай, в смысле хватит? Он говорит, да я, ну, нету никакого коронавируса, что вы весь отравите? Я до сих пор не верю. Ну, я ему рассказал ту же самую историю, что, слушай, я тоже, может быть, не верю, но как врач я все это видел, да, но поэтому смысл, глупо с этим спорить, и я уверен, что мой товарищ не одинок в своих убеждениях, поэтому граждане, может быть, легкомысленно, да, отнеслись. Поэтому у нас в последнее время нету самодисциплины, да, у людей, то есть мы же, как мои права нарушают, почему я должен сидеть дома. Ну, конечно, да, нарушают, но я думаю, что в целях сбережения здоровья ближних, да, скажем так, окружения, там, соседей, друзей, родственников можно потерпеть, это не самое большое ограничение, которое у нас есть, да, то есть, поэтому так как народ легкомысленно относился, руководству приходилось ужесточать, да, это не нравилось, поэтому Михаил, а вот есть опыт Беларуси, как вы на него смотрите, если у вас знакомые в Беларуси, может быть, из медицинского сообщества, как там, значит, переживают этот период, мы же видим, что там... У меня родственники живут в Беларуси, ну, как, как, болеют, болеют, попадают в больницы, тяжело лечат. То есть, ситуация, ситуация по заболевшим, по их оценкам, возможно, она ничуть не отличается от России в лучшую сторону, просто меры, меры, меры такие жесткие не приняты. Но она не отличается, не отличается, понимаете, кто мог себе, на мой взгляд, да, те государства, которые там могли и хотели, они сделали, но, если посмотреть на шведский опыт, у меня есть, скажем так, знакомые, которые в Швеции живут, они говорят, слушайте, ну, у нас, ну, да, болеют, но мы просто, мы же не можем, знать, какова система, то есть, здравоохранения Швеции, лучше или хуже, она там подготовлена. Поэтому, надо понимать еще, понимаете, суть в чем, плотность населения страны Белоруссии и плотность населения страны Швеции. Да. Да, то есть, вся там, условно, вся Белоруссия, она два раза, наверное, в Москве поместится, если они ничего не путают. Да, так как меньше плотность населения, меньше плотность контактов. Меньше плотность контактов, не такое быстрое распространение. А у нас получилось, когда Москва стала транспортным хабом, и после январских каникул, все вернулись со всех точек мира в Москву, потом поехали у себя по регионам, поэтому Москва взорвалась, а следом, когда все стали разъезжаться по своим регионам, стали регионы подстреливать. Поэтому это тоже важный момент, то есть, понимаете, Понял. Михаил, вот на каком примере вы поняли, может быть, и когда поняли, что происходит что-то из ряда вон? Может быть, когда раз щелкнуло, вы увидели заболевшего, вы увидели какое-то клиническое проявление и поняли, что да, это что-то такое, чего я еще не видел? Слушайте, ну у меня такого прям не было, я сразу понял, что ситуация непроста. Почему? Потому что, ну, когда я увидел, что у нас, скажем так, у наших зарубежных коллег начинается такая история, да, то здесь все становится понятно. Почему? Потому что все европейские страны, Америка в том числе, все заточено под джаз-бизнес. И никто, никто не хочет и не будет терять денег, спортиндустрия, это колоссальные деньги. Если закрываются такие коммерческие лиги, как НХЛ, НБА, финансово успешные сериалы, Лига и прочие топ-чемпионаты, то это миллионы, сотни миллионов долларов. Просто так, этого никто делать не будет. Вот, ну вот, в тот момент я понял, что да, это серьезно, и нас это не избежит. Вот и все. Ну, оставалось наблюдать за происходящим. На сегодняшний день интернет, он весьма доступен, поэтому если посмотреть на ютюбе ролики и просто англоязычные каналы, поэтому посмотреть, как работают врачи в Америке, да, понятно, там другая система, там доступность здоровья, это все понятно, но, тем не менее, посмотреть, как это все развивалось, именно поэтому я думаю, что в том числе было принято сделать такой продолжительный режим самоизоляции и дать время нашей системе здравоохранения подготовиться. Михаил, важный момент специфический, вот я много тоже читал и так знакомый рассказывал, ИВЛ, вот когда к аппарату ИВЛ подключают, это положение серьезное, значит человек умирает? Нет, не всегда так, ИВЛ это является лечебным методом, искусственная вентиляция легких, она применяется при многих состояниях, поэтому, ну, это не знак равно. Понял, вот эта история, Михаил, не знаю, насколько можете на нее ответить, я смотрю, врачи часто записывают обращения о том, что что-то недоплатили и прочее, вот в той больнице, в которой вы работали, все ли доплатили, как персонал относится к вот этим историям финансовым? Слушайте, я вам скажу честно, меня не интересовала, не интересовала эта сторона вопроса, потому что, ну, я сразу сказал, что, то есть, при написании заявления, я не за деньгами пришел, а искренне помочь, поэтому, я не спрашивал, мне это неинтересно было. Единственное, что у меня была просьба, чтобы, если я действительно, прихожу, я нужен, то, чтобы там персонал никак финансово не пострадал, который, коренный, коренной персонал, но, как я понял, что все весьма оплачивается, поэтому, проблем не мог. Самый тяжелый больной, может быть, я не слышал от своих коллег, в состоянии какого-либо недовольства. Самый тяжелый, понял, Михаил, суть ясна. Вот самый тяжелый больной, может быть, которого вы увидели, какая-то история, которая вас во время дежурства потрясла, удивила. Ну, женщина 70+, скажем так, с избыточным весом, которая находилась 46-е сутки в отделении реанимации, 29-е сутки на искусственной вентиляции. Но при этом была в сознании, контактировали с помощью жестов. Она выжила? Я не знаю, но на тот момент состояние было стабильным, я закончил свою, скажем так, трудовую деятельность, и поэтому не знаю. Понял. Вот эта дискуссия, которую хотел бы вашу точку зрения услышать, которая ведется о том, надо ли возобновлять чемпионат, не надо, насколько это опасно. Какой точке зрения придерживаетесь вы? я думаю, что возобновлять надо, но сделать максимально безопасно по отношению ко всем участникам процесса. Я имею в виду не только футболистов, но и тренерский персонал, служащий персонал, медицинский штабы, персоналы, если команды будут тренироваться на базах, то есть максимально безопасно по отношению ко всем. опять же, надо понимать, что на мой взгляд, мы все, ну то есть, если понимая природу распространения воздушно-какренных инфекций, ну, рано или поздно, скажем так, многие из нас перенесут на такой вопрос того, в какой форме. Я правильно понимаю, Михаил, многие из нас перенесут, что избежать этого ни один из нас не может. То есть, рано или поздно это коснется вопрос только в каком виде мы перенесем. я не думаю, что прям каждого, но большинство людей, да. то есть, ну, вы же понимаете, что теперь этот вирус будет, скажем так, на полочке наших вирусных сезонных заболеваний и еще там порядка 30 его собратьев. То есть, надо просто вот это понимать, да. Ну, то есть, вопрос только вакцины, когда создал вакцины? Вакцины, лекарства, да, как будет вновь возникновение, да, там, как мы сейчас всегда рассуждаем о вторых, о третьих волнах, да, понимаете. Вот только в этом. Когда появилась там, скажем, атипичная пневмония, если вы помните, да, там, и птичий, птичий гриб, сленой гриб, то есть, все, они же никогда не делись от нас. Все, они стоят на тех полочках, и все, просто приходит какой-то сезон, возникает, ну, скажем так, предпосылки, да, вот он активизируется. Поэтому наш, скажем так, новый незнакомец, да, он сейчас будет все более-более нам становится узнаваемым, да, по мере узнаваемости, наверное, будет не таким злым, мы хотим на это надеяться, и никуда он к нас не денется. Поэтому, ну, принимать меры по выходу, скажем так, из карантина, надо что же, ну, до два месяца. Мир не может существовать. То есть, остановлены многие процессы, которые несет за собой колоссальные последствия, не только финансовые, да, и прочее, прочее, прочее другие, да, то есть, там, и жизнь на людей сказывается, на жизнь людей сказывается. Поэтому, надо, надо, я думаю, я думаю, что надо. Вопрос в том, что, как сделать это максимально безопасно, над этим надо подумать, надо всем вместе подумать, всем, опять же, всем субъектам российского футбола, надо вместе подумать, и все, и просто сделать спокойно. Ну, вот тот медицинский регламент, вы его читали, который премьер-лига принимает РФС, на ваш взгляд, документ действенный, достаточные меры принято? Ну, на мой взгляд, можно было бы и проработать. Что именно, Михаил? Ну, есть многие вопросы, которые можно было бы более детально проработать. Я думаю, что медицинский комитет, РФС, мог бы вполне напрямую этим вопросом заняться. Но, насколько известно, что, насколько я знаю, Медицинский комитет РФС не принимал участие в этом. Михаил, 30 страниц документа, сколько же нужно, чтобы еще детальнее проработать? Вопрос не в том, сколько страниц, вопрос в том содержание. Можно и на трех страницах написать весьма адекватную позицию. Вопрос же не в страницах, не в количестве. А что не проработано, что именно не так? Есть моменты, кто когда выходит, кто никогда не выходит. то есть по взятию анализа. Когда? Как? Зачем? Почему? Для чего? Да, контролировать. Врачи клубов контролируют. Почему врачи клубов должны что-то контролировать? Потому что они, во-первых, они имеют на это лицензии, во-вторых, они не имеют на это разрешения. То есть, много вопросов, которые нужно более четко, понимаете, должны быть четкие инструкции и четкие рекомендации. Когда возникает какая-то рекомендация, на которую возникает вопрос, то мне тяжело воспользоваться данной рекомендацией. Но, опять же, надо четко понимать, что помимо рекомендаций и регламента РФС есть рекомендации Роспотребнадзора, есть предписания правительства Московской области, в частности, для Спартака. В которых тоже указаны некоторые вещи. Поэтому для более безопасного протекания всего этого процесса, как тренировочного, так и игрового, нужно как можно более внимательно отнестись ко всем этим. Именно поэтому я не могу сказать, что условный регламент РФС прям единственный и полностью на 30 страницах раскрывающий всю суть происходящего. Поэтому, скажем так, мы пользуемся всеми нормативными документами. документами. Понял. Михаил, заболел и перенес уже болезнь Леонид Федун. Вы как-то общались, когда он заболел коронавирусом? Может быть, какие-то рекомендации давали? Нет, Леонид Анатольевич не спрашивал о каких-то рекомендаций. Ну, то есть, вылечился достаточно ну, за быстрый срок. То есть, можно ли говорить о том, что перенес достаточно легко? Ну, как каждый из нас перенесет, это может только время показать, потому что отдаленное осложнение никто не отменял, поэтому нужно наблюдать динамику процесса. Но из того, что я мог видеть из СМИ, ну, да-да, наверное, недолго. Понял. Михаил, хотел бы спросить, вот одна из историй, это играем без зрителей Премьер-лига. На ваш взгляд, вот с медицинской точки зрения, без зрителей играем это надолго? До тех пор, руководство Москвы и остальных регионов не снимет ограничительные меры. Поэтому мне тяжело предсказать, но в начале всего пандемического процесса где-то я видел, что Москомспорт опять же из СМИ, что Москомспорт до 30 августа запрещает мастер спортивные мероприятия. опять же, мы видим, что динамика меняется буквально каждый день, поэтому исходя из того, что будет актуально, какая ситуация будет актуальна в тот или иной момент, я думаю, что руководство примет мер и может быть раньше. Знаете, хочу спросить, ну вот есть же там теории заговорок, по-разному можно к ним относиться, но кривая заболеваемости идет вниз, то есть вы почувствовали, что эта статистика правдивая по тому, что вы знаете из медицинских кругов, из своего дежурства, что постепенно болезнь идет на спад у нас? Да. Это прям вы видели на дежурстве, что все меньше больных поступает, да, все больше людей выписывается? Нет, я такой вывод сделал из разговоров с своими коллегами, которые продолжают работать. Понял. Михаил, хотел к Спартаку вернуться, вот по Шурле мне интересна ситуация, важно, чтобы вы ее прояснили, все-таки когда был турнир в Катаре, мне казалось, что вот-вот он там повреждение несерьезное, он может даже на турнире в Катаре еще третий матч сыграть, но он не только не сыграл, а потом у него травма, это я не знаю, развилась или еще что-то, но вот не вышел на поле. Как сами оцениваете ситуацию с его травмой? Что за история? Ну, повреждение, скажем так, в первые часы после повреждения представлялось, что несколько менее, менее тяжелое повреждение через некоторое время при этапном дообследовании было выявлено более, скажем так, тяжелое повреждение, которое потребовало более длительных сроков консервативного лечения. почему так? Потому что, скажем так, в первые часы, в первые дни вообще после любого повреждения, условно, мышечного, неважно какого, сразу не совсем рекомендуется делать какие-то МРД и прочее, прочее. Почему? Потому что отек настолько большой, что можно просто не увидеть вот этих структурных повреждений. поэтому через некоторое время было сделано этапное дообследование повреждения больше, чем мы предполагали, которое потребует более длительного срока лечения и реабилитации, что и происходило. Но оно настолько длительным получилось, что а сейчас он здоров, вы контактируете, нет, как у него сейчас с травмой с ногой? Сейчас он здоров, с точки зрения медицинских, скажем так, он здоров. Да, ему надо набирать какую-то форму, да, он здоров. Понял. Михаил, важный момент, вот вы столкнулись впервые с футболистом, который не ест мясо, как-то веган, веган правильно. Не, не, не надо путать понятия, он не веган, так, то есть он может кушать мясо, он может кушать рыбу, но делает это крайне редко. Крайне редко. Ага. Вот, прям, крайне-крайне редко. Крайне редко по причинам идеологического характера или по причинам непереносимости? Ну, нет, просто вот так он, он так видит жизнь. то есть я люблю кофе без молока и без сахара, а он любит кушать без мяса. Просто вот того, он так же видит жизнь. То, как он видит жизнь, на ваш взгляд, создает проблемы его профессиональной деятельности, потому что это футбол, тяжелая работа. Понимаете, здесь же вопрос в том, как каждый оценивает ситуацию. Я, например, как доктор оцениваю, что проблема есть. А он, наверное, как футболист, причем как чемпион мира, скажем так, добившийся успехов спортсмен в своем виде спорта, он, наверное, оценивает по-другому. Понимаете, поэтому важно, скажем так, вот этот момент, кто оценивает. С медицинской точки зрения, ну, конечно, на мой взгляд, да, тяжело тренироваться профессионально с достижением хороших результатов и не используя животные белки. Но есть куча на сегодняшний день заменителей, там, протеины, там, если железо, преподаты железа, аминок, все это. Но все же, на мой взгляд, на мой взгляд, профессиональному спортсмену тяжело. я бы не рекомендовал спортсменам практиковать вот именно такие пищевые стереотипы. вы пытались его переубедить в этом его мнении, в этом его пищевом стереотипе? Вы понимаете, взрослого мужчину, состоявшегося спортсмена, тяжело в чем-либо переубедить, но да, мы с ним разговаривали в весьма добродушной манере, скажем так, в формате за чашкой вечернего чая, и на сборах, и просто так поболтать. Поэтому я высказывал свое мнение, свои опасения, он высказывал свою позицию, поэтому весьма-то тоже доброй и шутливой манере, пытаясь аргументировать это, что немаловажно. Ну, опять же, понимаете, когда одно дело, потому что это был какой-то, скажем так, молодой, молодой начинающий футболист, ничего не добившийся, ну, может быть, он бы и сидел бы с открытым ртом, да, но когда перед тобой чемпион мира, и он говорит, док, я все понимаю, все классно. Но я так вижу жизнь, да. Да. Понял. Михаил, у меня последний вопрос, есть ли сейчас травмированные в команде, как протекает их лечение, если они есть? Или все здоровы? На сегодняшний день травмированных игроков в команде нет, все здоровы, буквально 25-го числа, сегодня какое число? 20-го. Я на карантине запутался, да? Сегодня 27-го, когда записываем, 27-е. 27-е, да, значит, 25-го числа Исан Саныч Селихов вернулся в общую группу полностью через 8 с половиной месяцев после операции, что, на мой взгляд, весьма хороший срок, Исан Саныч большой молодец, он все педантично исполнял, это у нас был, скажем так, не то чтобы самый ключевой, но вот такой спортсмен, который у нас долгое время находился на реабилитации. поэтому на сегодняшний день все игроки в общей группе. Да, есть некие нюансы, связанные, назовем это, с длительным застоем, но сейчас, после начала тренировочного процесса, наши тренеры по физполготовке максимально адекватно подбирают каждому программу по профилактике травматизма, по возвращению игроков в нужные кондиции, поэтому те моменты, которые возникают, они больше рабочего плана, поэтому это, знаете, такая текущая, текущая работа без выпадания, пока этот вывод на какой-то игроки на срок, поэтому все в общей группе. Спасибо вам большое, вы так футболистов по имени-отчеству называете, поэтому в конце, Михаил Сергеевич, благодарю вас за беседу. Спасибо огромное, рад был встрече. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания.